вас приветствует be a be project и с вами я хайрулин эдуард сегодня в нашей студии известный танцор александр зевелев победитель black пульского фестиваля в категории rising star latino александр приветствую привет привет саш скажи пожалуйста с чего начался твой танцевальный путь ну мне кажется такая классическая ситуация когда знакомые моих родителей позвали на открытый урок в студию в принципе с которой мы рядом жили и я пришел на открытый урок это была танцевальная студия viva dance тренеры боярска татьяна владимировна вот мне было 7 лет вот мы и пришел понравилось и со следующей неделе мы уже занимались здорово скажи пожалуйста как быстро ты нашел себе партнерша первую как быстро ты встал в пару но мне кажется наверно пару месяцев я там один поплясал а уже там как раз через пару месяцев встал с первой партнерши ее зовут это вызвали ксюша их тушенко долг очень семь лет потанцевали вместе и насколько успешно в категории дети на самом деле мы так вот очень успешно выступали как-то так сразу вот мы очень хорошо сочетались смотрелись и в открытом классе занимали неплохие места можешь назвать сейчас три самых классных результата которые ты сейчас можешь вспомнить вот так вот на 1 детские да да но вот первый турнир я помню прямо открыто это у нас внутри клуба проходили соревнования и вот на этих соревнованиях помню знаешь открытое судейство было то есть все такое по домашнему очень было помню еще болел и вот мы тогда выступали с ксюшей и почему запомнил выступление потому что но у меня еще болезнь была и там поднимали места у нас были все первые 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 помню только в одном танце только судья вторых джаве поставил второе место вот это первый такой турнир такой домашний внутри клуба наверное еще турниров всегда вспоминаются из гатчины потому что там все время за финал и чем выше места давали игрушки и тоже помню что было у нас такого желтого вот ну и самый такой запоминающийся это кубок губернатора это турнир до сих пор проходит и на тот момент этот турнир был проходил в ледовом дворце но для меня это вообще казалось что-то такое нереально на такой большой площадке танцевать вот и там мы попали в финал вот и заняли по моему четвертое место с этим турниром история что мы танцевали зеленобласть категории ну просто клуб числился зеленобластью и было 6 пар и 5 по получается были санкт-петербурга а мы танцевали зеленобласть я этого не знал и когда называли пары то есть там как бы говорят пять пара санкт-петербурга но я делаю поклон все такое всем спасибо и назвать и гости у нас и зеленобласти и никто не делает поклон а это оказались мы и я еще помню свою партнерша говорю типа вот они нормальные типа даже не знают что они зеленобласти но на самом деле это были напомню что мне мой тренер татьяна владимировна сказала из-за того что мы сделали поклон санкт-петербург мы как бы и стали выше чем мы должны быть силу там определенных политических в каких-то моментах все равно не были вот я помню что она сказала ну ты зебелев мне дел наделал своим поклоном санкт-петербург потому что судьи как бы не знали кто из ленобласти кого можно немножко придушить значит получается ты неосознанно с детства уже был довольно таки хитреньким ребенком ну да и получилось что я так не специально схитрил ну здорово это тебя на руку сыграло ну самое главное раз уж мы заговорили про результат а в детстве ты назвал свои результаты самые запоминающиеся на данный момент помимо блэк польского фестиваля какой результат еще тебе приходит в голову к за который тебе за который тебя берет гордость но может быть наверное гордость прямо чтобы вообще вот пожалуй blackpool и и наверное финала чемпионатов россии то есть все равно как бы это титул это чемпионат россии это такое как бы такой сложный турнир эмоционально физически сложный вот и наверное вот финалисты то что мы чемпионат россии дважды были в финале непростой турнир такой эмоционально ну полуфиналиста чемпионата мира вот в девятнадцатом году тоже такое событие считаю чтобы серьезный результат и но и конечно какие-то выступления я думаю значимое знаешь больше даже может быть не из-за места а из-за эмоций что как вот когда мы только стали в пару с моей нынешней партнершей алиной агарковой то есть какие-то первые выездные турнир это асан мы приезжали я помню что мы и когда ты едешь и не знаешь какой будет результат а и ты выходишь и мы там тоже в райзинге попали в финал тоже как бы эмоционально было очень так запоминаю но это для первого раза очень очень интересный результат я хочу сказать ну да это такой хороший старт и как бы понимание что можно работать двигаться и чего-то достичь все эти результаты вы завоевали танцуя в клубе евгения с магина полина казаченко до арена dance club вот уже наверное вот этого месяца четыре года этом а как ты попал в этот клуб расскажи я просто слышал всегда про слышал всегда про этот клуб всегда знал женю с полиной их успехи я просто узнал что есть сборы в августе не проходили туда приезжал славе крикливый серёжа сурков смелей вот и естественно женя с полиной тоже там преподавали и мне очень захотелось попасть на эти сборы я попал увидел ну и победил и победил остался понял что это то что мне нужно то что всегда я хотел ты танцуешь сейчас только латино правильно да да а когда ну ну наверно ну как раз наверно выдать четыре пять лет на пять лет наверно я танцую только латину скажи пожалуйста почему сделал выбор в пользу латиноамериканских танцев они европейских ну во первых связи из каких-то своими определенными данными физическими то есть мне как бы легче танцевать латину чем стандарт все-таки с такой статичный стандарт рамка там все дела и мне это немножко сложнее давалось себя чем латино вот ну и мне просто это интересней в плане спортивности я считаю что стандарт такой более там есть определенные свои нюансы свои плюсы но латино более такой взрывной и более спортивный для меня вид скажи пожалуйста постоянные тренировки сборы турниры не скучно ли вращаться в этой рутине не хотелось бы может быть еще каких-то отдельных проектов или перформансов конечно всегда хочется там что-то попробовать там еще там гитаре я одно время чем ты играл одно время вообще в машине программка скачал пел ты это знаешь я тебе присылал это эти эти ситуации вот поэтому как-то но в плане рутины безусловно она есть конечно иногда хочется отвлечься но когда ты в этот процесс входишь ты уже просто работаешь вперед вот так вот идешь потому что есть цели и ты думаешь только об этом чтобы их достичь и не обращаешь внимание на какие-то лишние стараешься убрать лишние ставишь все брать какую-то усталость и вот это внимание к тому что рутина все это потому что есть цели есть план и ты понимаешь что для этого нужно 9 ты просто идешь 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 и когда получаешь какой-то результат особенно на турнирах то ты понимаешь что вот ради чего я все это делал раньше все это рутина и расстоит того интересно скажи пожалуйста а поддержка родителей она до сих пор чувствуется как они относятся к тому что ты до сих пор танцуешь что ты связал свою профессию свою жизнь с танцами в этом плане мне очень повезло потому что и мама и папа и сестра вся моя семья самого начала меня поддерживали приходили на все турниры то есть я всегда чувствовал их поддержку как эмоциональную так они всегда со мной были просто рядом вот поэтому когда в детском танцевании когда я не имел возможности зарабатывать то есть у меня в этом плане всегда никаких не было проблем папа с мама всегда давали и вкладывались в это дело столько сколько было необходимо вот и сейчас продолжается все это они очень рады что я вопись в этом что мне это нравится что я занимаюсь тем что мне нравится что это приносит мне результаты какие-то вот поэтому до сих пор они очень довольны конечно и до сих пор я чувствую поддержку от них в этом плане огромное спасибо скажи пожалуйста мне кажется или твоя мама тоже каким-то образом связана с больными танцами да не так давно собственно говоря когда я пришел в клуб к жене с полиной мама мне немножко шила одежду тренировочную там на конкурс совсем так по лайту только для меня и как-то же не меня помню спросила слушая что это у тебя за штаны там и угла мне мама швит он так надо а можно мне тоже это мы только-только начали общаться ну и все и я говорю да конечно причем даже не спрашиваем уже понимаю что это мог бы хоть хороший толчок для будущего какого-то и все я позвонил маме граммом сегодня к тебе вечером же не смоген приедет я помню ее реакция она была в гости на пирожки гость на знала кто такой же она знала что как бы набиты что ко мне такие люди никогда не приезжали все отношения на знает всех в кругу и как бы когда женя приехал к ней домой помню все она сшила ему штаны им очень понравились и все и погнали и и с тех пор вся арена начала шиться у моей мамы ну и дальше все это просто разрослось до масштабов когда она поняла что она может уйти со своей основной работой заниматься этим делом ей тоже очень нравилось поэтому я очень рад что тоже она занимается тем же мне нравится очень нравится шить очень нравится работать с молодежью вот и да сейчас вот собственно говоря я и в жизни хожу в том что мне мама шьет поэтому мне вот очень удобно очень удобно повезло да скажи пожалуйста как называется бренд бренд называется за дизайн за дизайн есть еще какие-то именитые танцоры которые тоже ходят с этим брендом выступают быть может да конечно она шьется по всему миру я знаю точно что паша звучание у нее не раз шил и штаны ну все ребята из москвы я много очень имен финалисты чемпионатов россии профессионалам и по любителям по моему большая часть санкт-петербурга причем хороших таких танцоров в обеих федерациях шьется вот так что если вы видите кругляшок и там нарисовано просто z то знаете что это зевелева людмила на шьет танцором удобную красивую вот как раз и небольшая реклама рекламная пауза z-дизайн хорошо вернемся к тебе скажи пожалуйста какие качества ты можешь назвать в себе которые тебе мешают в тренировочном процессе может быть в росте даже профессиональным я думаю что это какая-то не уверенность себе это было особенно возрастом когда школа вот 11 класс из того момента как-то в связи с определенным обстоятельств компания не компания короче вот и да они уверены себе и конечно это в танцах очень важно и приходилось над этим много работать думать и как-то совершенствовать себя в этом плане а какие качества помогают ну я думаю что наверное упорство то есть я вот как-то много ситуаций случалось но я никогда не сдавался никогда не впадал в отчаяние когда впадал куда-то то находились люди рядом которые меня в обратно так на колею ставили есть говорили давай-ка ты будешь двигаться дальше и все и я пер 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 ну и как-то вот и допер и допер да скажи пожалуйста как выглядит тренировочный процесс подготовка к серьезному турниру довольно таки коротко но четко и лаконично ну подготовка она идет и ментально первую очередь я думаю что это за месяц за два все равно ты начинаешь уже как бы визуализировать как ты будешь выглядеть на паркете как-то выходишь туда в голове представляешь очень много засыпаешь с этой мыслью строишься на какие-то планы кто там выступать будет какие у тебя перспективы какие-то результат бы хотел получить и что тебе для этого нужно делать начинаешь оценивать свое физическое состояние сесть какие-то вопросы тренажерный зал растяжки и просто то же самое что ты делаешь каждый день просто немножко более конкретной точечная уделяешь моментом где они нуждаются во внимание вот но и уроки прогоны нарабатывание какой-то стамины чтобы ты просто был заряжен физическом плане в эмоциональном плане и показал лучшее что ты можешь показать на момент соревнований внизу подпишем стамина физическая выносливость да хорошо ну давай перейдем круг рубрике три самых давай и первый вопрос три самых частых задаваемых вопросов касаемо твоей профессии но безусловно да почему больные танцы конечно спрашивают зачем ну и часто вы вообще зарабатываете вот такой вопрос александр не выдаваясь цифры вы зарабатываете пока я спортсмен в основном я только трачу она я трачу себя укладываю свое развитие поэтому я приобретаю опыт ты тратишь свой тайм ты тратишь себя ты тратишь свой тайм да я трачу себя хорошо слова из известной песни любимка хорошо три самых топовых пары для тебя за все время танцевания но я думаю безусловно люди которые меняют историю это донни бёртс и геймер февезер вот все равно в голову приходит славик реклевый карина смирнов то есть это такие вообще тоже легенды и считаю вот третью пару сложно назвать очень много имен вот я наверное вот на две пары остановлюсь если можно хорошо и назови пожалуйста пусть будет не три самых самую топовую пару для тебя сейчас мог пусть это будет профессионалы пусть это будет любители неважно действующих и танцующих именно сейчас может быть не будет нечестно но они закончили танцевать пару месяцев назад это рикардо коки или загорученко для меня эти люди они просто машины и настолько быть одержимыми и до танцевать до возраста есть я не ошибаюсь ему 44 и быть в такой форме но это просто не может не вызывать уважение согласен тогда назови три самых главных качества в девушке я думаю что это безусловно сексуальность это ее личная самооценка и третье я думаю это какая-то резюминка всегда должна быть чтобы это не было шаблоном чтобы выделялась как это performance у нас танцах любят это слово то есть ты должен быть вот персоной личностью вот это персоной или перфомой и перфомой хорошо александр любишь ли ты покушать очень сильно мне повезло скажи пожалуйста три любимых твоих блюда это стейк стейк стейка к нему сразу же овощи гриль вот я думаю что это все равно какое-то спагетти баллонеза все прямо улетает и очень странное третье это это яйца пошел до правильно яйца пошел то есть для которые внутри в мешочке в мешочке от яиц в мешочке переходим к следующему вопросу три самых любимых музыкальных исполнителя мне очень нравится майкл джексон элтон джон вот я меломан я услышу очень разным поэтому наверное назову такую тоже из детства и до сих пор которая группа никелбек спасибо тогда мы переходим к блицу очень коротко отвечаем турнир или сборы 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 чемпионат россии или blackpool black отлично самбо или ча 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 по-разному сейчас ча ча сейчас ча стиль или техника стиль стиль хорошо а если человек будет максимально стильный но не техничный он спокойно выигрывает техничный но не стильного хорошо ванны нычу или раз и а два уа а хорошо свой вариант предложил хорошо но естественно я кца или зум цикум зум цикум отлично белый или черный 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 ресторан или прогулка на ресторан или прогулка за городом прогулка за городом с кем с близкими с родными с тем кому не можешь уделить время когда у тебя сезон соревнования подготовки хорошо кальян или алкоголь кальян автомобиль или байк хочется сказать байк но автомобиль пока на байке не стоит ездить какой для тебя автомобиль мечты роллс-ройс скажи пожалуйста у тебя есть сейчас четко сформулированная мечта в твоей голове не надо нам ее озвучивать просто как для себя ты считаешь есть или нет да есть есть что тебе необходимо для достижения своей мечты мне необходим какой-то баланс внутри себя убрать лишнее сконцентрироваться на чем-то нами на этой мечте вот и не отступать никуда потому что очень много моментов которые тебя отвлекают заманивают и ты начинаешь теряться не быть потеряны скажи пожалуйста быть может не очень приятный вопрос но с кем бы ты провел последний час своей жизни с собакой собакой много потому что я какого-то близкого человека не знаю мне кажется это было больно для него с собакой это прямо я знаю что она примет все прямо как-то так и напоследок ценный совет от александра зевелева не обязательно для танцоров просто для человека будет быть самим собой и знать кто ты все время развиваться вот и оставаться людьми вот это вот там дальше уже каждый может это по-своему сформулировать а мы четко и конкретно знаем кто мы и знаем кто был у нас сегодня в гостях это александр зевелев саша спасибо тебе огромное за интервью было очень приятно и естественно без подарка ты тоже не уйдешь в подарок мы предоставляем тебе нашу фирменную футболку с подписью нашего канала и нашего проекта be a be project а сзади чтобы никто не запутался надпись свои с твоим именем спасибо пожалуйста спасибо спасибо огромное спасибо ну а с вами дорогие друзья я не прощаюсь я говорю вам до встречи be a be project не отключайтесь